2050 год кажется далёким будущим, но на самом деле до него менее 30 лет, и сегодня учёные и футурологи во многом представляют, что нас ждёт дальше, как будут развиваться технологии и что они принесут человечеству. Так каким будет мир будущего? Смотрите в этом выпуске. Самым авторитетным футурологом на сегодня является технический директор Google Рэй Курцвелл. И всё благодаря тому, что он находится на передовой исследовании искусственного интеллекта, и его прогнозы сбываются более чем на 80%. Общая идея Курцвелла заключается в том, что технологии развиваются экспоненциально, потому что каждое открытие способствует развитию следующего. Статистика последних десятилетий только подтверждает это предположение. Так, в последние годы использование возобновляемых источников энергии растёт экспоненциально, удваиваясь каждые 4 года. Причём доля солнечной энергии и её потребление растут ещё быстрее, так что бизнес Илона Маска на рынке солнечных панелей, очевидно, имеет большие перспективы. Исследователи считают, что возобновляемая энергия на 100% заменит ископаемое топливо к началу 30-х годов. Чему также будет способствовать постоянное удешевление альтернативной энергии. Так, стоимость солнечной энергии за последние 10 лет подешевела более чем на 80%. Среди альтернативных источников энергии будет не только Солнце. Например, леса могут стать энергетическими станциями будущего. Компания чистых технологий БиО разрабатывает способы генерации электроэнергии с фотосинтеза растений. Тепловая энергия океана на сегодня – крупнейший, но недооценённый источник возобновляемой энергии. И прямо сейчас стартап BlueRise работает над созданием энергетического прорыва, вырабатывая электроэнергию в коммунальных масштабах за счёт преобразования тепловой энергии океана. Но по-настоящему нас, конечно, беспокоит не энергия, а будет ли в мире будущего место для человека. Конкретно – место рабочее. К 2050 году почти половина профессий исчезнет. В первую очередь уйдут все рутинные операции, которые возьмут на себя как физические роботы, так и нейросети. Программное обеспечение с искусственным интеллектом будет управлять роботами на умных фабриках, пассажирскими и грузовыми беспилотниками, вести бухгалтерию, составлять отчёты, исследовать рынки и выполнять большинство административных функций. Умные роботы займут такие должности, как охранники, повара в фастфуде и стритфуде, официанты, сборщики на складе и курьеры. Многие компании даже заменили большую часть своих отделов кадров искусственным интеллектом, который занимается подбором персонала, первичным собеседованием и оценкой производительности. Некоторые корпорации используют искусственный интеллект для увольнения сотрудников в среде метавселенной, что полностью исключает человеческий фактор из таких судьбоносных ситуаций. Кто же может не опасаться за свои рабочие места? Прежде всего те, кто входит в 10% лучших специалистов в своих профессиях. Также в относительной безопасности профессий, которые требуют высокого уровня творчества, эмпатии и гибкости. Ну и, конечно, без работы не останутся те, кто занимается исследованиями искусственного интеллекта, разрабатывает роботов и обслуживает автоматизированные решения. Означает ли это, что наша жизнь станет хуже? Вероятнее всего, нет. В начале 19 века 80% населения работало на земле. Сегодня такой работой занимается около 2%. В 20-е годы прошлого века четверть трудоспособного населения в развитых странах работало на заводах и фабриках. Сегодня заводов больше, но на них занято всего 9% рабочей силы. Правда, и население на земле за эти годы существенно выросло. С другой стороны, в крупных городах около 65% населения работают с информацией и зарабатывают благодаря профессиям, о которых никто даже не слышал 30-50 лет назад. И в ближайшие десятилетия тоже появятся новые профессии. Но в целом статистика, которую так любят многие футурологи и исследователи, говорит о том, что уровень жизни человека с развитием технического прогресса постоянно повышается. Этому в том числе способствует то, что практически все технологии со временем дешевеют. И это касается не только электроники. Так удешевление процесса секвенирования ДНК сделало доступнее биотехнологии. Сегодня исследователям дешевле выявить генетические изменения, которые делают возможной, например, иммунотерапию рака, способную значительно увеличить шансы выжить даже людям с четвертой стадии. В будущем такая персонализированная медицина сделает лечение менее инвазивным, более безопасным и эффективным. Прорывом в медицине станет быстрая и точная диагностика с помощью инвазивных и неинвазивных датчиков и искусственного интеллекта. Курцвилл говорит, что массовый рынок медицинских и не только гаджетов-имплантов появится уже в 2025 году. Также огромное влияние окажет развитие 3D-печати органов. Ученые давно умеют печатать хрящи и артерии и сейчас активно работают над созданием с помощью биопринтинга таких органов, как печень, щитовидная железа, сердце и так далее. По прогнозам технического директора Google, медицинские 3D-принтеры появятся в больницах любого уровня уже через 10 лет. 3D-печать вообще считается технологией, которая удешевит производство во всех областях промышленности, на которой распространится. Физик и футуролог Миттио Каку считает, что в будущем на рынке производства товаров будут править 3D-принтеры. Каждый сможет создавать кастомизированные вещи согласно своему вкусу и потребностям, например, печатать игрушки в подарок детям на Новый год по своим чертежам. Или получить кроссовки мечты, измерив стопу лазером и отправив запрос на фабрику, где принтер сделает удобную пару обуви, а дрон-курьер доставит её вам домой. Что касается беспилотников, Рэй Курцвилл предполагает, что в 2024 году человеку будет запрещено садиться за руль автомобиля без умной системы помощи водителю, а к 1933 году дороги полностью заполнят беспилотное авто. Перейдём к искусственному интеллекту. Сегодня технологии нейровизуализации постоянно совершенствуются, учёные уже могут наблюдать формирование отдельных нейронных сигналов в режиме реального времени, что помогает им получить представление о том, как работает мозг. Это способствует созданию нейроморфных чипов, архитектуры и принципы действия которых основаны на биологических нейронных сетях. Такие искусственные нейроны обеспечивают крайне высокую скорость и производительность, обучаясь прямо во время работы. Они способны обрабатывать динамические задачи, например, распознавать запахи, речь или изображения в видеоряде, а также осуществлять распознавание с предсказанием по неполным данным. Учитывая, что объём вычислений нейронных сетей удваивается каждые 3,5 месяца, в ближайшие годы они и начнут исследовать всё, на что способны разумные люди. Они смогут отслеживать даже ту информацию, которую мы не фиксируем в тексте благодаря технологиям распознавания естественной речи. И если раньше большинство экспертов даже не хотели говорить об общем искусственном интеллекте, то сегодня многие считают его достижимым и возможным. Согласно прогнозам, через 10 лет искусственный интеллект освоит все человеческие навыки и сможет демонстрировать реакции, неотличимые от человеческих. Более того, очевидно, нейросети превзойдут человека в каждой области, которую освоят. И, конечно, наработки в области ИИ помогут создавать продвинутых роботов. К концу 20-х годов роботы, способные на полностью автономные сложные действия, станут такой же привычной вещью, как холодильник или кофеварка. Они, наконец-то, освоят среду реального мира благодаря ускоренному обучению в симуляциях и обмену опытом между собой. Всё это станет возможным благодаря технологиям 6G и выше, а также экспоненциально растущему объёму данных, собираемых датчиками. Кроме того, 3D-печать и разработка новых материалов сделают роботов очень похожими на людей. Так что же будет дальше? Произойдёт ли восстание искусственного интеллекта и умных роботов? Такой сценарий активно пропагандируется научной фантастикой, но большинство экспертов считают его маловероятным. До сих пор технологии и техника лишь расширяли возможности человека, так будет и в ближайшее десятилетие. Причём это коснётся и непосредственных возможностей каждого человека. Так мы станем умнее к 30-м годам за счёт прогресса в области создания интерфейсов мозг-компьютер. И это не обязательно будут чипы, вживляемые в мозг. Большое развитие получат неинвазивные интерфейсы, причём ожидается, что к 2050 году они будут обеспечивать двунаправленный обмен информацией. Получив возможность подключить неокортекс нашего головного мозга к компьютеру с выходом в интернет, мы сможем в разы быстрее получить и обрабатывать информацию. Также нейроинтерфейсы смогут придавать в мозг пользователя визуальные, звуковые и другие ощущения. Образы и переживания, создаваемые этими устройствами, будут почти неотличимы от реальности и уникальны для каждого пользователя, поскольку зависят от структуры мозга. Что касается чипов, вживляемых в мозг для преодоления последствий травм и тяжёлых заболеваний, о них, в частности, о достижениях нейролинк, мы рассказывали в выпуске по ссылке в подсказке. Но изменения коснутся не только нашего интеллекта, но и тела. Футуролог Митя Укаку убеждён, что скоро мы обретём продвинутое зрение с помощью умных контактных линз. Уже сейчас существуют очки, в которых врачи могут видеть МРТ-снимки пациента прямо во время операции. В будущем линзы будут включать в себя встроенные камеры, Wi-Fi, дополненную реальность, ночное и тепловое видение, возможность масштабирования и обмена текстовыми сообщениями, которые будут проецироваться перед глазами. Станут ли люди улучшать себя физически, добавляя роботизированные части тела или вживляя в себя имплантаты, расширяющие, например, профессиональные возможности и навыки? Движение трансгуманистов говорит, что да. Но станет ли это будущим для каждого – вопрос открытый. По крайней мере, технологии будут достаточно развиты для таких изменений. К 2030-50 годам на планете появится множество умных городов. Но об этих технологиях мы расскажем уже в отдельном выпуске. Какими будут города будущего? Большинство экспертов говорят о технологиях 5 и 6G, интернете вещей, беспилотниках и тотальной цифровизации. Но этого недостаточно. Смотрите топ-трендов, формирующих счастливую человеческую жизнь, с примерами их реализации, а также бонус – настоящий город будущего в Японии. Погнали! Первый тренд – искусственный интеллект. Города будущего внедрят автоматизированные процессы, а также будут использовать подходы к планированию на основе данных. Машины работают круглосуточно и без выходных, а операции и задачи, которые выполняют города, становятся все более умными и основанными на искусственном интеллекте. Поведение почти каждого гражданина будет регистрироваться с помощью анонимных данных, а технология 5G позволит городам стать огромными, связанными экосистемами. Более того, уже сегодня такие города, как Дублин и Сингапур, создают цифровые двойники своих физических активов, чтобы с помощью машинного обучения прогнозировать будущие события и тенденции. Примером может быть не только Сингапур, но и Кашкайш в Португалии. Прибрежный курортный город с населением 200 тысяч человек ежегодно привлекает около полутора миллионов туристов и стремится стать лучшим местом для жизни на один день или на всю жизнь. Чтобы повысить эффективность инфраструктуры, транспорта, общественной безопасности и других служб, город разработал большой портфель технологических услуг, начиная от энергоэффективных зданий и заканчивая удаленными платежами за парковку. В 2018-м Кашкайш разработал цифровой командный центр управляемых услуг – платформу Deloitte City Synergy. Платформа поддерживает управление экосистемой, прогнозирует события на основе анализа данных, а также облегчает принятие решений и городское планирование. Например, за счет интеграции данных о дорожном движении и состоянии дорог в режиме реального времени система оптимизирует график работы и маршруты мусоровозов, снижая эксплуатационные расходы до 40%. Второй тренд настоящего города будущего – умная система здравоохранения. Города несут ответственность за создание здоровой окружающей среды. Экосистема здравоохранения должна быть сосредоточена не только на диагностике и лечении заболеваний, но и на поддержании благополучия посредством раннего вмешательства и профилактики с использованием цифровых технологий. Научные достижения и доступность персонализированной медпомощи, геномика, микроника, метаболизм и поведенческая экономика обеспечат индивидуальную помощь отдельным лицам и их семьям. Путь здоровья граждан будет опираться на интероперабельные данные и аналитику, которые помогут им сделать правильный выбор в отношении здоровья и поведения. Для создания такой системы, помимо прочего, необходимо инвестировать средства в инфраструктуру конфиденциальности и безопасности данных. Примером реализации такого тренда можно назвать Чикаго. Город уделяет первоочередное внимание созданию взаимосвязанной экосистемы здоровья и хорошего самочувствия. Для этого были запущены проекты Healthy Chicago 2.0 в 2016 году и Healthy Chicago 2025 в 2020. Программы, направленные на максимальное равенство в отношении здоровья и благополучия жителей. Третий тренд – это проектирование городов таким образом, чтобы удобство и большинство услуг находились в пределах 15 минут ходьбы или езды на велосипеде от любого жителя. Концепция 15-минутного города, разработанная в первую очередь для сокращения выбросов углекислого газа, представляет собой децентрализованную модель городского планирования, в которой каждый район содержит все основные социальные функции для жизни и работы. Хотя этот подход не может быть полностью применим к каждому городу, удаленная работа и цифровизация услуг расширяют возможности применения принципа районного планирования. Подобные версии городских ячеек или 20-ти и 30-ти минутных кварталов за последние десятилетия появились по всему миру. Например, в Париже реализуется программа, название которой звучит как «Город на четверть часа». Инициатива направлена на сокращение выбросов углерода, концентрацию приоритетного внимания пешеходам и велосипедистам и децентрализацию города. Приоритетные области включают лёгкий доступ к рабочим местам, магазинам, школам, клиникам и культурным мероприятиям. В рамках транспортного планирования мэр города объявил о выделении 350 миллионов евро на создание пешеходной зоны и велосипедных дорожек на каждой улице к 2024 году, а также удаление 60 тысяч парковочных мест для частных автомобилей. Четвёртый тренд городов будущего – мобильности. Интеллектуальная, устойчивая и как услуга. Похожи системы Smart City IoT, которые пытаются оптимизировать поток трафика, чтобы увеличить пропускную способность дорог, более не считаются направлением будущего. Сегодня эксперты уверены, что будущее за снижением количества автомобилей. Во-первых, концепция 15-минутных городов в принципе должна снизить общий внутригородской трафик. Во-вторых, произойдёт внедрение мультимодальной мобильности по запросу и платформ «Мобильность как услуга». Например, жители смогут планировать и бронировать поездки от двери до двери в цифровом виде, использовать одну и ту же тарифную карту для всех видов транспорта и получать доступ к автоматизированным службам доставки грузов на последней миле с бесшовными моделями оплаты. Примером может служить Лос-Анджелес, который работает над внедрением устойчивых и интеллектуальных мобильных решений. Город стремится уменьшить загрязнение воздуха за счёт ускорения электрификации транспорта. На Лос-Анджелес приходится около половины электромобилей США, а к 2030 году город обязался иметь 5 миллионов электроавто. Также в городе запущены несколько автобусов, работающих на компримированном природном газе, и около 40 электрических автобусов с нулевым уровнем выбросов на линии Orange Rapid. Ожидается, что к 2030 году весь автобусный парк Лос-Анджелеса Metropolitan Transportation Authority будет электрическим, А ещё местные власти работают над внедрением воздушной мобильности. Пятый тренд – город как цифровая инновационная экосистема. Он подразумевает, что города примут так называемую пятиступенчатую структуру инновационной спирали, включающую взаимодействие между университетами, промышленностью, правительством, общественностью и окружающей средой. При этом городские власти будут выступать в качестве связующего звена, обеспечивая взаимодействие и инфраструктуру. Города станут живыми лабораториями для цифровой трансформации и центрами экспериментов, использующими данные для разработки пилотных проектов, которые можно масштабировать. В Центре стратегии развития города будущего ставится цель по привлечению талантов. Пример. Финский город Эспо, являющийся одним из европейских лидеров в области инноваций и устойчивого развития умных городов. Там находится активный центр стартапов и некоторые из самых ценных финских компаний, а также Университет Алто и Финский центр технических исследований ВИТИТИ, два важных игрока на инновационной арене. В городе самая высокая плотность иностранных талантов, Эспо, стремится позиционировать себя как место, где развитие осуществляется в первую очередь в интересах жителей, то есть использует подход «город как услуга». Шестой тренд. Умные экологичные здания и инфраструктура. Здания в городах будущего построены из устойчивых и этичных материалов, они будут энергоэффективными, вода и ресурсосберегающими, питаться от возобновляемых источников энергии и производить собственную энергию. Также они могут быть покрыты вертикальными садами и садами на крыше. Кроме того, они будут использовать данные и цифровые технологии, чтобы позволить компонентам инфраструктуры стать более эффективными и лучше адаптироваться к использованию заинтересованными сторонами. При этом, благодаря цифровизации, к зданиям будет применяться индивидуальный подход в сфере отопления и обслуживания, с учётом характеристик каждого отдельного строения. Гартнер прогнозирует, что к 28-му году в коммерчески умных зданиях будет более 4 миллиардов подключённых IoT-устройств. Они будут питаться от телекоммуникационной инфраструктуры с 5G и высокоэффективным Wi-Fi 6 или 6E, а также от интеллектуальных коммунальных услуг, таких как электроснабжение, отвод отходов и водоснабжение. Умные здания будут формировать умные районы. Примером может служить Сингапур, одним из первых принявшей инициативы в области зелёной архитектуры и устойчивого городского планирования. В 2005-м он ввёл схему сертификации GreenMark, направленную на создание экологически чистых зданий. Теперь цель состоит в том, чтобы к 2030 году не менее 80% зданий в Сингапуре были зелёными. На 2018-й год треть площади зданий города соответствовали стандартам GreenMark. Седьмой тренд для городов будущего не имеет отношения к технологиям. Это зелёное планирование общественных пространств. Городские районы традиционно характеризуются высокой плотностью населения и тяжёлой застройкой. Они постоянно сталкиваются с давлением со стороны растущего населения, ограниченных ресурсов и растущего воздействия изменения климата. И недостаток природного пространства создаёт нездоровую городскую среду обитания. Зелёные зоны в городах с пешеходными и велодорожками понижают температуру, уменьшают загрязнение воздуха и повышают естественную устойчивость окружающей среды, а также способствуют восстановлению психологического здоровья и повышению физической активности человека. Совет по глобальной повестке Дня Всемирного экономического форума по будущему городов включил увеличение зелёного покрова в свой список десяти основных инициатив городского планирования. На сегодня лидером по зелёным зонам в городе является Сингапур. И, кстати, о том, почему это город будущего, мы рассказывали в видео по ссылке в подсказке. Но проекты по озеленению реализуются в гораздо менее богатых и успешных городах. Например, проект «Фритаун Адептри Таун» во Фритауне в Сьерра-Леоне. Один из самых густонаселённых городов мира, характеризующийся быстрым, но неравномерным ростом, поставил план высадить миллион деревьев за три года. Цель состоит в том, чтобы уменьшить эрозию и сток, а также увеличить растительный покров в городе на 50%. Древесный полок города оценивается с помощью машинного обучения, высадка саженцев производится равномерно по всему городу, а рост деревьев отслеживается в специальном приложении TreeTracker. Восьмой тренд. Кибербезопасность и конфиденциальность в городе будущего. Атака на инфраструктуру умного города может привести к каскадным эффектам и повлиять на другие части города, страны или даже выйти за её пределы. Причём, чем больше сложность применяемых технологий, операционных взаимодействий и системного управления, тем выше к ним интерес хакеров. Поэтому вопросы кибербезопасности должны учитываться ещё на стадии планирования умного города. Интересно, что за последние десятилетия произошла эволюция в области кибербезопасности. Первоначально города пытались создавать собственные крепости, но затем начали понимать, что использование облака будет более безопасным, поскольку многие поставщики облачных услуг имеют экспертов по безопасности, работающих круглосуточно и без выходных, с большими возможностями мониторинга, обнаружения и предотвращения атак. Примером защищённого города может служить Тель-Авив. Столкнувшись с постоянно растущим количеством кибератак в 2010 году, Израиль начал создавать экосистему кибербезопасности, которая могла бы самостоятельно выявлять и реагировать на угрозы. Структура для неё была разработана совместно правительством, военными, научными учреждениями и деловым сектором. Сегодня на израильскую индустрию кибербезопасности приходится 31% мировых инвестиций в этот сектор. Девятый тренд городов будущего самый спорный – это использование искусственного интеллекта для полицейского наблюдения и прогнозирования. Как соблюсти право человека, конфиденциальность данных и слежку в интересах безопасности, а также предиктивную, то есть предсказательную полицейскую деятельность? Несмотря на дебаты об этичности, в последние годы темпы внедрения нейросетей в целях безопасности увеличились. Растёт использование интеллектуальных решений, таких как биометрия, распознавание лиц, интеллектуальные камеры и системы видеонаблюдения. Недавнее исследование показало, что интеллектуальные технологии могут помочь городам снизить уровень преступности до 40% и сократить время реагирования экстренных служб на 20-35%. То же исследование показало, что города начали инвестировать в картографирование преступности в режиме реального времени, управление массовыми беспорядками и обнаружение выстрелов. Города используют распознавание лиц и биометрические данные, автомобильные и нательные камеры для полиции, беспилотники и воздушное наблюдение, а также приложения для экстренных случаев для обеспечения общественной безопасности. Примером реализации может быть Канагава в Японии. В рамках подготовки к Олимпийским играм полиция запустила интеллектуальную систему с поддержкой искусственного интеллекта. Она способна определять, совершила ли одно и то же лицо несколько преступлений путем сравнения данных, относящихся к каждому преступлению. Используя эту информацию, ИИ может предсказать следующий шаг преступника. Но в Японии есть и более интересный пример города будущего. В 90 километрах от японской столицы, Токио, у подножия знаменитой горы Фудзи, автомобильная корпорация Тойота строит нечто масштабное. Речь идет о современном инновационном городе площадью около 700 тысяч квадратных метров, который будет построен с нуля. Вовен Сити создаются на основе трех принципов – человекоцентричное уважение и приоритизация потребностей людей. Живая лаборатория, позволяющая беспрепятственно тестировать новые технологии в реальных условиях, и постоянно развивающийся подход, благодаря которому новые технологии и услуги постоянно растут и совершенствуются. Известно, что японский город будущего будет функционировать исключительно за счет чистой энергии, а дома построят преимущественно из дерева. При этом они будут по максимуму оснащены робототехникой, технологиями искусственного интеллекта и другими системами, которые будут проверять состояние здоровья жителей, заботиться об их основных потребностях и улучшать повседневную жизнь. Город будет покрыт растительностью, выращенной в частности без использования грунта, а в его центре разобьют огромный парк и оборудуют площадь для собрания местной общины. Люди, здания, транспортные средства в городе будут связаны между собой с помощью данных и датчиков. В Овен Сити планируется построить три вида дорог. Для беспилотников Toyota и Pellets, пешеходов и личного транспорта, то есть велосипедов и самокатов. По замыслу авторов, все три вида улиц будут переплетаться между собой и сформируют единую органическую сеть. Также будет построена подземная дорога для перевозки грузов. За питание в городе будет отвечать Nissan Food Products, который предлагает инновационные продукты, основанные на последних достижениях науки о молекулярном питании. Еда будет исключительно здоровой, вкусной и персонализированной. В Овен Сити должен стать лабораторией по разработке технологий повышения качества жизни и решения социальных проблем людей. Там будут тестироваться инновации в сфере робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, смарт-хоум. Проект многообещающий, и мы обязательно будем за ним следить. Что и как мы будем есть через 10-20 лет? Еда на 3D-принтере, роботы, производящие и готовящие еду, питание через пар или пластырь, клеточное сельское хозяйство, блокчейн и искусственный интеллект. Все технологии еды будущего в одном выпуске. Одной из самых перспективных технологий в питании является 3D-печать. Она позволяет создавать еду из самых разных компонентов, смешивая их самым причудливым образом и создавая формы и текстуры на выбор. 3D-печать позволит вам настроить конечное блюдо в соответствии с вашими требованиями и вкусами, сократит количество отходов, позволит питаться более правильно и может полностью перевернуть наши сложившиеся представления о вкусах. Как только технология будет усовершенствована, она предоставит неограниченные возможности для создания новых продуктов питания за счет изменения соотношения ингредиентов и их конечной физической формы на тарелке. 3D-печатью планируют заменить еду из тюбиков у космонавтов. Технологию уже используют, например, стартап Redefine Meat, для того, чтобы искусственное мясо выглядело, пахло, имело строение и сочность настоящего куска говядины. При этом трехмерная печать позволяет воспроизводить более 70 различных сенсорных факторов мяса, используя веганские компоненты, имитирующие мышцы, жир и кровь. Привычный вкус еды могут изменить и роботы-повара, когда научатся не просто действовать по шаблону, но и создавать новые блюда. Пока же существующие системы, будь то робот для изготовления пиццы или навороченная роботизированная кухна Molly, роборуки, которые могут полностью повторять движения рук шеф-поваров, действуют по заложенному шаблону. Molly обучали на движениях знаменитых поваров, рецепты которых заложены в память роботизированной кухни. Но робота можно настроить и под себя, если задать набор ингредиентов и последовательность движений, таких как добавить, помешать, перевернуть. В будущем такие роботы в ресторанах и на дому смогут готовить нужные блюда, которые вы закажете в приложении, пока едете с работы домой. А когда к машинам добавится искусственный интеллект, они смогут сами предлагать вам новые вкусные и полезные блюда. Вполне возможно, что приготовленные они будут из ингредиентов, выращенных из стволовых клеток, собранных у доноров и культивированных в лабораторных условиях. Так уже получают мясо инвитро, а в будущем будут получать и рыбу. Такие компании, как Just, уже экспериментируют с куриными наггетсами, колбасами и даже фуагра. Но пока такой способ получения продуктов очень дорог, а вот вертикальное земледелие имеет все шансы стать массовым уже в ближайшее время. Вертикальные фермы и сады уже есть в Южной Корее, Швеции, Сингапуре и США. В Японии их более 50. А в России есть свой стартап iFarm, родом из Новосибирска. Вертикальные фермы iFarm управляются автоматизированно с помощью электронной платформы iFarm GrowToon. Она оптимизирует работу фермы, чтобы урожай был хорошим, созревал в прогнозируемые сроки и с минимальной себестоимостью. Программа взаимодействует со всеми датчиками и контроллерами, управляет параметрами температуры, влажности, СО2, составом раствора и графиком полива, а также расписанием включения и отключения светодиодных ламп, заменяющих солнце. Гарантировать безопасность еды будущего сможет блокчейн. Уже в ближайшее время он революционизирует поставки агропродовольственной продукции, сделав каждую транзакцию в цепочке поставок прозрачной. Это поможет почти мгновенно обнаружить и отследить, например, источник заражения или загрязнения готовой продукции. А еще позволит контролировать срок годности всех продуктов и поддерживать развитие альтернативных каналов дистрибьюции. Пищевые гиганты, такие как Walmart, Nestle и многие другие, уже работают с IBM над применением блокчейна в своих цепочках поставок. Следующий технологический тренд в еде будущего – персонализированное питание. Концепции различны. От адаптации диеты к вашему состоянию, считываемому специальными нательными гаджетами, до подстраивания меню под ваше ДНК. Последняя идея – нутригеномика. Основана на отслеживании связи ДНК человека и способности усваивать те или иные продукты. Пока она находится в зачаточном состоянии, но некоторые компании, такие как DNAFeed, Nutrigenomics и Habit уже предлагают подобные услуги. Еще один необычный тренд – клеточное сельское хозяйство. Этот процесс имеет две формы. Бесклеточные продукты, состоящие из органических молекул, таких как белок и жир, но не содержащие живых клеток. И продукты, состоящие из живых клеток. Конечным продуктом должны стать привычные нам варианты, но сделаны они будут совершенно по-другому. Например, встраивая соответствующие гены в дрожжевые клетки, можно запрограммировать их на массовое производство обычных продуктов животного происхождения, таких как молоко. Так основатель компании Nature's Fund Томас Джонсон со своей командой обнаружил в горячих гейзерах Йеллоустонского национального парка грибковый микроб, который выжил при подземных температурах в 120 градусов по Цельсию. Сейчас такие микробы ферментируются в лабораториях компаний в Чикаго, где специалисты по пищевым продуктам манипулируют ими, превращая их в имитацию курицы и других продуктов. Недавно компания получила 80 миллионов долларов финансирования от таких инвесторов, как Билл Гейтс, Джефф Безос, Ричард Брэнсон и Майкл Гумберг. Интересно, что изначально проект по поиску организмов, способных адаптироваться к экстремальным условиям среды в вулканических источниках Йеллоустоуна, финансировала НАСА. Афинский стартап Solar Foods добывает белок из воздуха. Еду будущего, являющуюся альтернативной мясу на растительной основе, разработчики добывают из воздуха и электричества, полученного из возобновляемых источников энергии. Результат – возможность значительно сократить воздействие самих процессов производства продуктов питания на окружающую среду. Компания утверждает, что ее уникальный одноклеточный белок Солиин, полученный в результате особого биопроцесса из электричества и воздуха, максимально экологичен. Его полностью естественный процесс ферментации похож на производство дрожжей. По вкусу и внешнему виду белок нейтрален, при этом обладает богатой питательной ценностью. Продукт должен появиться на рынке уже в этом году. Среди других технологий будущего, которые изменят наше питание, стоит выделить и искусственный интеллект. Сейчас в основном его используют для анализа данных и предсказания последствий различных факторов, влияющих на эффективность сельского хозяйства. Но нейросети способны на большее. От точной сортировки продуктов до моделирования дизайна функциональных нутриентов, белков, сахарозаменителей и прочих, в составе альтернативных продуктов. Но даже если в будущем мы обречены на стандартный пакет витаминов, минералов, белков, жиров и углеводов неизвестного происхождения, это еще не значит, что мы не сможем выбирать и изобретать способы наслаждаться едой. Уже сегодня существуют концепты и рабочие технологии, позволяющие разные способы доставки пищи в организм. Самый яркий пример – вапоризация, то есть превращение в пар. Питание через небулайзер, создающий съедобный дым, возможно уже сегодня. Рабочий аппарат под названием LAVAV создан профессором Гарварда Дэвидом Эдвардсом. Разрабатываются и варианты для тех, кто спешит. Питательный трансдермальный пластырь, полезная жвачка с разными вкусами и даже проект имплантации прямо в тело, резервуара, который по необходимости впрыскивает в организм белково-углеводные коктейли. Некоторые ученые считают, что в будущем мы сможем компенсировать часть питания с помощью солнечного света. Для этого нужно имплантировать под кожу микроскопические фотосинтезирующие водоросли. В идеале крошечные симбионты будут создавать столько пищи, что ее хватит, чтобы накормить каждого. При этом теплокровность человека позволит делать это даже зимой. Пока это фантастический проект, да и поверхности тела точно не хватит для того, чтобы полностью перейти на солнечные батарейки. Однако, кто знает, возможно, в будущем, живя на других планетах, способность питаться от солнечного света поможет нам выжить. Принтер для печати кожи на ранах, обои как стереосистема, солнечная энергия в любую погоду и самозаряжающиеся гаджеты, автомобили, меняющие цвет и столовые приборы, меняющие вкус еды. Смотрите топ самых невероятных гаджетов и изобретений будущего. Полетели! В будущем дроны захватят мир. Во-первых, привычной станет доставка дронами. Так, например, беспилотники Wing дочерней компании Alphabet недавно осуществили свою двухсоттысячную доставку в Австралии. И это только начало. Также дроны будут охранять предприятия, дома и офисы, причем как снаружи, так и внутри. Например, тихие и производительные беспилотники A-Show для внутренней инспекции. Дроны оснащены системой из двух камер визуальной и тепловизионной 4К и обладают такими функциями, как создание 3D-карт, локализация P.O.I., синхронизация видео и 3D-карт, мониторинг реальной температуры и создание настраиваемых отчетов. A-Show комплексное беспилотное решение для внутренней инспекции от Flybotics, разработанное совместно с компанией Maxon производителем высокомощных электронных приводов и компонентов. Компания Maxon предлагает специально разработанные приводы для проектов беспилотных летательных аппаратов и постоянно расширяет ассортимент своей продукции для этой области. В Drone A-Show используется новый плоский двигатель EC69 для беспилотников с контроллером UAVC5230. Ассортимент плоских двигателей Maxon без коллекторных двигателей для беспилотных летательных аппаратов состоит из двигателей с внешним ротором и сегментными магнитами и высокотемпературной обмотки. Оптимизированное воздушное охлаждение и легкие детали из авиа-алюминия обеспечивают не только превосходную производительность, но и максимальную защиту от окружающей среды. Узнать больше о двигателях Maxon и приобрести качественные комплектующие для дронов можно у официальных партнеров Maxon в России компании InnoDrive. Ссылка в описании видео. Но если дроны вы видите уже сейчас, то 3D-принтеры, способные напечатать любой орган или кожу прямо на открытой ране, это определенно гаджет будущего, причем, возможно, ближайшего. Ученые технологического института Стивенса разработали технологию для воспроизведения любого типа ткани. Она основана на микрофлюидике в процессе точного манипулирования жидкостями через крошечные каналы. Принтер на основе микрофлюидики может печатать биообъекты размером порядка десятков микрометров, что сравнимо с одноклеточной шкалой. Новая технология поможет 3D-принтеру выполнять работу в наименьшем из возможных на сегодня масштабе и печатать любую структуру из микротканей и микроволокон. Еще одной удивительной технологией будущего станут самозаряжающиеся гаджеты, работающие на сохраняемой солнечной энергии. Исследователи из Технологического университета Чалмерса в Швейце и Шанхайского университета разработали энергетическую систему МОСТ – Молекула Solar Furnal Energy Storage Systems. Система основана на специально разработанной молекуле, которая меняет форму при контакте с солнечным светом. Молекула заряжается солнечной энергией и хранит ее до тех пор, пока она не будет высвобождена и преобразована в электричество с помощью специального генератора. Сам генератор при этом представляет собой ультратонкий чип, который можно интегрировать в такие электронные устройства, как наушники, смарт-часы или телефоны. По словам разработчиков, это первый шаг к созданию самозаряжающейся электроники, использующей накопленную солнечную энергию по запросу. В дополнение к гаджетам на возобновляемой энергии в будущем мы будем носить одежду и обувь из биоразлагаемых материалов. Например, исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего создали обувь из водорослей. Верх кроссовок выполнен из трехмерного трикотажа, полностью состоящего из растительных волокон, а подошва – из экологичных пенополиуретанов. Все материалы полностью разлагаются в компостных бочках, почве и даже в океане. Ученые также разработали шлепанцы на основе водорослей с использованием солейкфом. О том, что мы будем есть в будущем, мы рассказывали по ссылке в подсказке, а здесь уточним, что вкусно эту пищу возможно будут делать столовые приборы. Так, продовольственная компания Керен вместе с исследователями из университета Мэйдзи придумали палочки для еды, которые придают пище более яркий и соленый вкус. Новое электронное устройство посылает слабый электрический ток прямо в еду. Волна нужной формы воздействует на ионы в хлориде натрия, который отвечает за соленый вкус. Кроме этого, ток также влияет на ионы глутамата натрия, который отвечает за усиление вкуса. Теперь немного о том, где и как мы будем жить. Исследователи MIT разработали замену домашним стереосистемам. Представьте себе всю силу эффекта звук вокруг, когда динамиками служат обои в комнате. Инженеры разработали тонкоплёночный громкоговоритель толщиной с бумагу, которая может превратить любую поверхность в активный источник звука. Материал воспроизводит звук с минимальными искажениями и высоким качеством, независимо от поверхности, на которую наклеен. При этом он потребляет лишь часть энергии, необходимой для традиционного громкоговорителя. Также тонкоплёночный динамик может обеспечить активное шумоподавление в таких местах, как кабина самолёта. Для этого устройство будет создавать звук той же амплитуды, но с противоположной фазой, компенсируя источник. Но пока мы ждём доведения технологии MIT до совершенства, можно воспользоваться динамиками на Beta N1 с уникальной технологией проецирования звука непосредственно в ваши уши. За доставку звука строго конкретному слушателю у новинки отвечает специальная ультразвуковая технология. Крошечные преобразователи N1, участвующие в звуковой фокусировке, спрятаны под тканевыми чехлами по обе стороны панели управления. При этом вы можете слушать динамик на полной громкости, но окружающие почти ничего не услышат. По крайней мере, разработчики заявляют о снижении уровня звука на 90% на расстоянии метра от слушателя. На Beta N1 распознаёт лица и подстраивается под каждого конкретного пользователя. Согласно прогнозу большинства экспертов, в будущем нам никуда не деться от виртуальной и дополненной реальности, так что пора подбирать подходящие очки. Предложений сейчас очень много, например, очки VIV, которые предлагают чрезвычайно доступный и необычный подход к миру виртуальной реальности. Внешне почти не отличаясь от очков, скажем, для сноуборда. Они очень лёгкие, с молниеносной настройкой руками, движение которых считывает камера, а значит, вам не нужны контроллеры. Другим вариантом могут стать очки NXT Wear Air, надев которые, вы получите 140-дюймовый экран кинотеатра с расстояния 4 метра прямо перед собой. Гарнитура предназначена для того, чтобы вы в любое время и в любом месте могли наслаждаться своим контентом. Больше гаджетов для метавселенной в видео по ссылке в подсказке. И пока все гаджеты не подключены к солнечной энергии, они могут заряжаться сами, если у вас дома появится воздушная зарядка Mi Air Charge, которая использует 144 микроантенны для передачи энергии на ваше устройство через узкий волновой луч. Как заявляют разработчики, вы сможете войти в комнату, и телефон начнёт заряжаться, даже если на пути будет какой-то предмет. Xiaomi рассчитывает, что устройство можно будет использовать для одновременной зарядки нескольких гаджетов в комнате, в которой оно находится. Что же касается путешествий, то помимо робот-такси, обещанных Илоном Маском, мы сможем передвигаться на автомобилях, меняющих цвет, под погоду и наше настроение. Первый прототип такого авто представила компания BMW, её модель AX Flow использует технологию электронных чернил, чтобы полностью изменить свою цветовую схему с чёрного на белый или на любой оттенок посередине. Также авто может создавать на корпусе сложные узоры и рисунки. Помимо внешнего эффекта, технология позволяет, например, снижать температуру в салоне в жаркий день за счёт смены цвета на белый. Климатическая катастрофа, гигантский астероид, извержение супервулкана или восстание искусственного сверхразума. Что погубит человечество и нашу планету? Какие катастрофы мы сможем пережить, а какие нет? Что оставим после себя во Вселенной? Все ответы в этом видео. Погнали! С некоторых пор люди стали подозревать, что Вселенная не кишит разумными формами жизни и развитыми цивилизациями. Это явление известно как парадокс Ферми. Ряд учёных его оспаривает, утверждая, что либо другие цивилизации не достигли такого уровня, чтобы посетить нас, либо, наоборот, достигли, но пока наблюдают за нами как за низшей формой жизни. Но факт остаётся фактом до сих пор, несмотря на миллиарды лет существования Вселенной, мы наблюдаем полное отсутствие следов деятельности инопланетных цивилизаций. А может, мы не видим свидетельств космических, галактических цивилизаций, потому что из-за истощения ресурсов и последующего климатического коллапса ни одна из них не выжила? Если да, то не ждёт ли нас то же самое? Более того, у нашей планеты Земля тоже есть своя история длительностью 4,5 миллиарда лет, и органическая жизнь не всегда была её частью. Всё это говорит о том, что если мы исчезнем, не факт, что сможем вновь появиться, и разумную форму жизни не следует воспринимать как нечто должное. Так когда же наступит конец света, и какие у нас есть варианты апокалипсиса? Первый апокалипсис – климатическая катастрофа. Увеличение количества парниковых газов в атмосфере за счёт сжигания ископаемого топлива и других видов деятельности человека ведёт к тому, что они улавливают и удерживают солнечное тепло, вызывая повышение глобальной температуры и ускоряя изменения климата. Изменения климата могут привести к ураганам, наводнениям, сильным и продолжительным сезонам лесных пожаров. Разрушительных сценариев множество, но хорошие новости в том, что всё это вряд ли вызовет наше массовое вымирание. Хотя безудержный парниковый эффект мог бы привести к таким последствиям. Он возникает, когда планета попадает в непреодолимую петлю и поглощает больше тепла, чем теряет, пока океаны не испарятся и она больше не сможет поддерживать жизнь. Но такой сценарий для Земли не является правдоподобным. На Венере есть безудержный парниковый эффект, но она намного ближе к Солнцу и имеет гораздо более плотную, богатую углекислым газом атмосферу, которая удерживает больше тепла, чем наша планета. По словам учёных, глобальное повышение температуры более чем на 3 градуса по Цельсию может привести к таянию ледников, засухам в тропических лесах Амазонки, коллапсу нашей социальной инфраструктуры и массовым беспорядкам, то есть к будущему напоминающему некоторые голливудские антиутопии. На самом деле, все крупные массовые вымирания в истории Земли были связаны с климатическими изменениями. Например, похолодание во время Ордовитско-Силурийского вымирания, которое случилось примерно 440 миллионов лет назад и уничтожило 85% видов, и потепление во время Триасово-Юрского вымирания около 200 миллионов лет назад, когда погибло 80% видов. Также, хотя учёные точно не знают, почему неандертальцы вымерли около 40 тысяч лет назад, они предполагают, что климатические колебания сыграли в этом определённую роль. Потепление несёт и другую опасность. В настоящее время в арктических льдах застряли болезни, которые не циркулировали в воздухе миллионы лет. Это означает, что наша иммунная система понятия не имеет, как дать им отпор, когда эти доисторические эпидемии освободятся от льда. Арктика также хранит ужасных жуков, переносчиков болезней из более поздних времён. На Аляске уже обнаружили остатки гриппа 1918 года, который заразил до полумиллиарда человек и убил почти 100 миллионов. Учёные подозревают, что оспа и бубонная чума тоже застряли в сибирских льдах. Правда, эксперты рассчитывают, что многие из этих организмов на самом деле не переживут оттепели, но часть всё-таки выживет, и это вызовет волну новых пандемий. Уничтожит ли всё это планету и человечество? Вряд ли. Изменение климата до определённых пределов человек переживёт, да и с эпидемиями как-нибудь справится. Более того, генная инженерия сегодня является одной из самых быстро развивающихся областей науки. Так что помогать приспосабливаться к новым условиям мы, возможно, будем и путём коррекции своих генов. Второй вариант конца света — гигантский астероид, который прилетит из межзвёздного пространства. Дело в том, что все небесные тела в Солнечной системе с диаметром более километра были переписаны специалистами НАСА ещё в 2016 году. Согласно их расчётам, ни одно из них не должно столкнуться с Землёй. И всё же есть статистика, согласно которой астероиды достаточно большие, чтобы вызвать глобальную катастрофу, падают на Землю каждые 100 миллионов лет, а средние — каждые 120 тысяч лет. Всего на Земле обнаружены четыре ударных кратера диаметром более 100 километров, образованные ударами гигантских метеоритов — это кратер Чикшулуп, который остался после самого вероятного, так называемого, убийцы динозавров, а также Вредерфорд, Попегай и Садери. Но сегодня, даже если в сторону Земли направится гигантский астероид, столкновение можно предсказать за десятки лет, а может и раньше. Однако ещё есть внегалактические тела, которые могут появляться неожиданно. Их можно обнаружить всего лишь за месяцы до возможного удара. И если это произойдёт в ближайшие годы, когда у нас ещё нет технологий для изменения траектории таких объектов, остаётся надеяться лишь на Брюса Уиллиса и повторение сценария фильма «Армагеддон». Остаётся лишь сказать, что независимо от того, какой астероид упадёт на Землю, людей он ещё может уничтожить. А вот сама планета продолжит свою жизнь, довольно быстро стерев в себя признаки ушедшей цивилизации. Третий вариант апокалипсиса – извержение супервулкана, такого как Йеллоустоун. Около 75 тысяч лет назад на Земле взорвался супервулкан Тоба, расположенный на территории современной Индонезии. Взрыв выбросил в атмосферу столько пыли и обломков, что, по мнению учёных, Земля охладилась на несколько градусов по Цельсию. Некоторые эксперты считают, что это вызвало самое массовое вымирание растений и животных в истории человечества, поставив виды на грани исчезновения. Насколько вероятно, что это произойдёт сегодня? Статистика говорит нам, что извержение супервулкана происходит в среднем каждые 17 тысяч лет. Если это правда, то мы опоздали. Последнее, о котором известно, было 26,5 тысяч лет назад в Новой Зеландии. Более того, один из самых опасных супервулканов на планете Йеллоустоун, расположенный в США, извергался 2 миллиона 100 тысяч, 1 миллион 300 тысяч и 650 тысяч лет назад. То есть с интервалом примерно 650 тысяч лет. Сейчас как раз прошло столько лет с последнего извержения, и пришло время для нового. Но точно предсказать его момент невозможно. Он равновероятен в течение тысячи лет, начиная с ближайшего десятилетия. По силе это извержение может быть сравнимо с извержением вулкана Тоба, и никаких технологий, чтобы предсказать это ранее, чем за пару месяцев, или как-то повлиять на процесс, у человечества на сегодня нет. Радует то, что сама планета от этого опять же не разрушится, и горстка уцелевших, возможно, продолжит человеческий род. Четвертый апокалипсис — восстание искусственного сверхразума. В научных кругах есть группа ученых, опасающихся, что способность систем искусственного интеллекта переписывать себя и самосовершенствоваться может вызвать внезапный неуправляемый процесс или так называемый взрыв интеллекта, который оставит нас, то есть людей, далеко позади. Искусственному сверхразуму даже не обязательно быть преднамеренно злым, чтобы случайно стереть нас с лица Земли. Так, по мнению ученых, в среднем существует 50% вероятность того, что к 2050 году искусственный интеллект сможет выполнять большинство задач так же хорошо или даже лучше, чем люди, и как минимум 5% вероятность того, что он превзойдет человеческий интеллект в течение пары лет после этого. Распространенный страх, что искусственный разум станет злонамеренным, на самом деле не самый правильный. Нас больше должно беспокоить то, что он станет слишком хорош в своей работе. Как говорят исследователи, если вы попросите послушную, умную машину как можно быстрее доставить вас в аэропорт, она может доставить вас туда по двой полицейских сирен и в рвотных массах, делая не то, что вы хотели, а буквально то, о чем вы просили. И это безобидный пример. А если речь идет о приказах тех, у кого в руках есть доступ к оружию? И второй момент касается искусственного суперинтеллекта, действий и вывода которого мы вообще не сможем предсказать, как и управлять ими. Возможен ли такой апокалипсис? Пока мнения ученых по этому вопросу сильно расходятся. Тем более, что большинство из них лишь недавно стали допускать саму мысль о возможности создания супер-ИИ. Однозначно одно – Земля переживет. И такой сценарий. Пятый вариант апокалипсиса недавно ряд ученых стал связывать с новым направлением научных исследований, а именно солнечной геоинженерии. Адепты этой концепции предлагают остановить или даже обратить вспять глобальное потепление с помощью распыления специальных аэрозолей в стратосфере Земли. Так они хотят отражать свет и тепло от Солнца обратно в космос. Пока метод существует только в компьютерных моделях, но исследователи Гарварда уже планируют первый эксперимент. Если план будет реализован, это затронет всю атмосферу и станет крупнейшим глобальным предприятием человечества. Хотя это единственный известный метод, который может остановить повышение температуры, мы еще многого не знаем о том, может ли он дестабилизировать локальный глобальный климат или экосистемы. Манипуляции такого масштаба без понимания последствий могут обернуться катастрофой для всего человечества. И все же планета опять переживет нашу самонадеянность. А вот шестой сценарий апокалипсиса предполагает безусловную смерть планеты Земля и вызвана она будет смертью нашего Солнца. Сейчас оно находится в середине своего жизненного цикла и примерно через миллиард лет нагреется настолько, что Земля покинет зону обитаемости и жить на ней станет невозможно. Изменения начнутся постепенно. Сначала медленно, сотни тысяч лет будет разворачиваться земная ось. Десятки миллионов лет уйдут на принципиальные изменения химического состава воздуха. Сначала уменьшится количество углекислого газа, потом кислорода. Через сотни миллионов лет соединятся все материки, а примерно через миллиард Земля начнет терять атмосферу. А когда пройдет пара миллиардов лет, то самым принципиальным фактором станет раздувание Солнца, то есть превращение в красного гиганта. Оно поглотит Меркурий и, скорее всего, Венеру. А Земля, даже если и избежит этой участи, станет слишком горячей и непригодной для обитания. В конечном итоге, когда Солнце перейдет в стадию белого карлика, вокруг него будут вращаться холодные останки уцелевших планет. Марс, Юпитер и Сатурн. Самое интересное, что если при этом апокалипсисе смерть планеты неизбежна, то для человечества он вовсе не означает безусловную гибель. Правда, колонии на Марсе нас не спасут, так как он еще на стадии Солнца, как красного гиганта, окажется на самом краю зоны обитаемости или уже за ее пределами. Но если через пару десятков, сотен или тысяч лет мы сможем изобрести технологии, которые позволят нам добраться до экзопланет земного типа в других планетарных системах и сможем там выжить, то шансы у человечества есть. Опять же, приспособиться к таким путешествиям и условиям жизни на других планетах поможет генная инженерия. Конец света, вызванный необратимым изменением Солнца, это один из двух концов света, который неизбежен. Вторым, который, безусловно, станет и концом человечества, является смерть Вселенной. Даже если мы поселимся у звезды, похожей на Солнце, то спустя несколько миллиардов лет нам придется искать новую такую же. Но и они когда-то закончатся. Все это время Вселенная продолжает расширяться и остывать. Звезды одна за другой гаснут, а новые на смену им не появляются. А какой вариант конца света кажется наиболее вероятным лично вам? Пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайк видео и не пропускайте новые выпуски из мира науки и технологий. Продолжение следует... Пока.